Четверть века после возрождения. В Святопокровском монастыре Голосейская пустыня отметили юбилейно. Праздник собрались сотни верующих. Приехал даже предстоятель Молдавской православной церкви. Все подробности в материале Лины Зеленской. Один из красивейших монастырей Украины сегодня отмечает 25-летие своего возрождения. Праздничное богослужение возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий. В Голосеевском монастыре покоятся мощи Матушки Алипии. Современникам она запомнилась крайней аскетичностью, безграничной любовью к Богу и ближним. Монахиня обладала даром исцеления. За каждого человека, о котором молилась, подвижница вешала на шею ключ. До конца жизни ключей стало так много, что они превратились в вериги. Благодаря Матушке Алипии многие сюда приезжают, и мы в том числе, чтобы попросить у нее помощи в каких-то житейских делах. Я чувствую благодать, потому что все-таки это святыня. Здесь похоронена такая известная женщина, монархиня. Поэтому я сюда часто отхожу. На территории монастыря находится школа, училище, интернат и паломнический центр. На полном монастырском содержании более 300 подростков. Разделить радость торжества с учащимися и паствой приехали представители науки, культуры и священнослужители иностранных государств. Этот монастырь дорог и для нас, для молдаван, поскольку его основателем является великий митрополит молдо-украинский Петр Мовила. И я думаю, что Петр Мовила, он же возвышал церковь нашу, будучи здесь и в Киеве, будучи в Молдове. И вот мне приятно было прибыть сюда, быть вместе с архиереями Украинской Православной Церкви. Блаженнейший митрополит Ануфрий поблагодарил за возрождение древней обители, настоятеля монастыря, владыку Исаакия, и всех верующих, которые молитвой и делом воссоздавали архитектурный ансамбль и духовную жизнь общины. Я хочу всех, кто эту обитель любит, кто сюда приходит, поздоровить с юбилеем, восстановлением монашеского жизни в этой обители. И нехай молитвами Пресвятой Богородицы Господь укрепляет эту миссию, благословляет эту миссию. И всех, кто сюда приходит и будет приходить для молитвы покаяния, для прославления имени Божьего. Именно в стенах этого монастыря зародилась традиция ежегодного всенародного празднования Дня Крещения Руси, которое украинцы отметят 28 июля, в День памяти святого равнопостального князя Владимира. Лина Зеленская, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.